И так, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город Симферополь. Город Симферополь, подчеркиваю. Я нахожусь в Крыму, вы уже все практически знаете об этом. Я очень долго задержался в Челябинске по определенным причинам. И сейчас до 5-го числа буду находиться здесь. Не так уже долго осталось. После этого 5-го числа мы вылетаем в Москву. В Москве, соответственно, начинаем работать на выставке, работать с московскими структурами. Ну и, конечно же, то событие, которое будет проходить в Москве. И вот, дорогие друзья, по возможности, даже не по возможности, а надо посетить как можно большему количеству людей. А сейчас, пожалуйста, поставьте по 10-бальной системе, как меня слышно и видно. Ставьте, ставьте, ставьте. Уже, как говорится, мы соскучились друг по другу. А может быть, не очень. Я не претендую на то, чтобы все соскучились. Но стоит того. Итак, в первую очередь, я сегодня хочу озвучить те новости, которые есть у нас по Крыму. То есть мы буквально только что с Андреем Константиновичем недавно вернулись из Синферопольского технологоиндустриального института, где по просьбе ведущих преподавателей, ректора, по просьбе ректора мы проводили грандиозную встречу. Это действительно грандиозная встреча была. Практически более полутора часов мы проводили презентацию нашего транспорта, отвечали на вопросы, самые каверзные вопросы. И, дорогие друзья, рекомендую вам, очень рекомендую. Вы, наверное, помните в новостях, как Анатолий Гуарчиницкий в Белоруссии собрал сначала журналистскую братью, кто заканчивает студентов журналистских факультетов, вузов. А после этого ведущие преподаватели технических вузов. Вот это как раз та работа, которая не просто так проводится. Это, знаете, такой великолепный еще и маркетинговый ход, чтобы люди получали правдивую информацию. И примерно такая же реакция была, как и в Белоруссии, то есть преподаватели технического вуза. Потрясающее количество вопросов, но не только мы отработали по донесению информации, но первые инвесторы у нас сегодня зарегистрировались непосредственно из преподавательского состава этого вуза. И это очень и очень здорово. То есть люди понимают, поняли не только саму технологию, хотя вопросов у них много осталось. Мы их приглашаем точно так же на выставку в Москву на 7 число. 7 числа Анатолий Беларченицкий будет в Москве на выставке, 6-7. 7 он будет более свободный. Поэтому если у вас люди есть, солидные люди, те, кто принимают решения ответственные, пожалуйста, приглашайте на 7 число. Плюс к этому весьма немаловажный факт. Я опять же объявлю, дорогие друзья, новости по Крыму. Значит, мы встречались, провели встречи с руководителем департамента транспорта одного из направлений здесь, в Симферополе. Провели встречу, почему? Потому что, как вы, наверное, помните, из тех новостей, которые мы озвучили раньше, недавно прошли выборы. Соответственно, здесь поменялось, ну, в основном, практически все руководство, начиная с мэров городов и заканчивая. Ну, кроме, наверное, Сергея Валерьевича Аксенов, наверное, единственный, кто остался. Ну, не совсем единственный, но кто остался и был переизбран на новый срок. Точно так же по Севастополю провели встречу с начальником департамента транспорта. Потрясающий мужчина, молодой мужчина. И ту информацию, которую он уже владел, ту информацию, которую он уже знает, эта информация, конечно, была подтверждена. И самое приятное было то, что он знает это нашей технологии очень и очень давно. Но, дорогие друзья, я давайте чат пока закрою, потому что, ну, тролли, они всегда появляются. И у них свои, как сказать, планы. А вернее, никаких планов нет. У них дело одно, чтобы помешать что-то, попробовать сорвать, попробовать что-то нехорошее сделать. Ну, на них обижаться сильно не надо. Почему? Потому что, как я говорю, это убогие люди, и на них обращать внимание особо не будем. Да, кстати, вижу Юру Зубера. Привет, Юра. Так вот, Надежда с Братской, вижу то же самое, я на связи, хотя у них уже глубокая ночь. Так вот, значит, можете всех нас поздравить. К сожалению, сейчас пока писать вы не сможете, но я вам озвучиваю. Значит, мы участвуем в тендере, в конкурсе. Сейчас подаем заявку на тот самый вот проект, который самый такой, знаете, коммерчески выгодный проект, который очень быстро окупается. Это через, кто знает, Крым в Севастополе, через Севастопольскую бухту. То, что там запланировали строить тоннель, это такая штука, которая будет по стоимости строить примерно, как Крымский мост, то есть Керченский, через Керченский пролив. Поэтому мы участвовать будем, сейчас подаем заявки, соответствующие документы оформляем, и непосредственно руководитель департамента Севастополя, Симферополь, хотел сказать, Севастополя, он нам рекомендовал настоятельно участвовать в этом. Плюс к этому мы получили такое, знаете, хорошее, скажем так, даже не указание, а просьбу, хорошую просьбу от высших руководителей группы компаний Skyway для того, чтобы как бы активировать, не как бы активировать работу по подготовке, участию в тендерах, конкурсах по строительству наших дорог, наших транспортных систем в Республике Крым и непосредственно в городе Севастополе. Это раздельное ведомство, Севастополь это, как вы знаете, федеральный центр, федеральный город федерального значения, и он в финансовых и других отношениях непосредственно к Крыму как бы не относится, а в каких-то вопросах относится. Вот это коротко, наверное, совсем короткая информация по Крыму. Плюс к этому, дорогие друзья, вот я действительно, вы знаете, это, наверное, такая психология, когда ты дома находишься, тебе кажется, что там трава зеленее, что там лучше люди реагируют, там все лучше. Вот в моем понимании так оно и есть действительно де-факто. То есть я прилетаю в Крым и здесь очень активно работаю и с новыми людьми, и появляются новые инвесторы, все более и более крупные инвесторы. Почему более крупные? Почему? Да потому что риски уменьшаются, соответственно, все большее количество солидных, умных людей, понимающих людей начинают подключаться к нашей инвестиционной программе. И как говорит Владимир Маслов, мы ничего не продаем и не покупаем, мы люди кредитуют, сами кредитуют нашу технологию. Это так называемый договор, который вы все, наверное, у себя в кабинете читали, договор конвертируемого займа. То есть компания берет займы деньги у людей для того, чтобы в дальнейшем выполнить свои обязательства. Люди стали финансово действительно обеспеченными, независимыми и при этом гордо сказать могли бы, что они это создавали. Это тоже имеет огромное значение. Плюс к этому, дорогие друзья, то, что я привожу примеры, к сожалению, у меня здесь доски с собой нет, Челябинская она есть, я люблю рисовать на доске. И простая цифра, простейшая цифра, нас практически более миллиона человек, партнеров, зарегистрированных по всему миру. Если мы начинаем, продолжаем инвестировать хотя бы по 25 долларов в месяц, мы закрываем все финансовые вопросы по созданию нашей технологии. Вот понимаете, все закрываем. Если вы следите внимательно за новостями, а я рекомендую, в разделе новости, в своем кабинете, пожалуйста, открывайте их, читайте, и вы поймете, что делает Анатолий Даршиницкий. Сейчас создается мощнейшее такое, знаете, в правовом поле информационное поле, чтобы не только высшее руководство, но и простые люди знали и понимали нашу технологию, что это самое безопасное, самое экологическое, чистое, самое эффективное, самое комфортное, самый комфортный вид транспорта на сегодняшний день. И на ближайшие, ну, в мире как минимум 15 лет. Как сказал губернатор Морозов Ульяновской области, мы лет на 15 опережаем весь мир. И вот это опережение нам важно сохранять, очень важно сохранять. Вот поэтому в одном из чатов Виктор Игоревич Бабурин написал, когда люди задали вопрос, сколько работает человек, вроде как пишут, что работает порядка 400 человек в нашем проектном институте. Виктор Игоревич ответил, а надо, чтобы было максимум через два года, чтобы было 4000 человек. Это те наши мозги, это действительно наши мозги, которые будут все время работать на опережение. Мы еще не запустили одно, у нас уже прорабатывается следующее. Мы еще следующее не запустили, у нас уже третий этап идет и так далее, так далее. Как технологии там, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5 с плюсом. Вот как Сибиряков на одном из вебинаров приводил пример, 5 с плюсом. То есть работать на опережении. Так вот эта работа на опережении будет продолжаться в ближайшее десятилетие, а может быть дальше и столетие. Почему? Потому что то, я вам напомню вот эту фразу, это обращение Анатолия Дуальчиницкого. Применяйте его, дорогие друзья, при общении с людьми. Просто озвучьте, что мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Цифинсон, Форт и Боинг. Это не просто транспорт, это еще и все, что вокруг, вся инфраструктура, вся металлургия. Это автоматическая система управления, это гигантский бизнес по уровню капитализации, сопоставим вот со всеми этими видами транспорта вместе взятыми. Но, 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 100% рынка транспортных и пассажирских перевозок мы не возьмем никогда. И точно так же будет работать и железная дорога, точно так же будет авиация, точно так же будет автомобильный транспорт, который будет модернизироваться, который все больше будет переходить на электрическую тягу, как говорят. И появятся новые какие-то технологии, что-то еще. Но, как минимум, от 30 до 50% мирового рынка груза и транспортных перевозок будут наши. И просто цифры элементарные, не элементарные вообще-то, но те же цифры, которые озвучивают и Сибиряков Сергей Анатольевич, и Андрей Федорович Хавратов, фонд Skyway Amids Group, что эти цифры по капитализации превысят все мыслимые и немыслимые пределы. Это десятки, а в дальнейшем и сотни триллионов долларов – это капитализация группы компаний Skyway. Это капитализация наших обязательств. Сейчас это еще не акции, сейчас это обязательства. И капитализация этих обязательств, конечно, в счете, будет очень и очень высокая. Но все, как говорят, и я говорю это всегда, все делается только с Божьей помощью и нашими усилиями. То, что делает конструкторское бюро, то, что происходит на демонстрационном полигоне, то, что происходит на выставках, то, что постоянно находится в командировках Сибиряков Сергей Анатольевич, Андрей Федорович Хавратов, его команда. Наша команда с Прибалтикой – это и Инета Аджана, и Ирина Волкова, и Владимир Маслов, и Лариса Артамонова, Евгений Кудряшов постоянно находятся в разъездах. Ну, Кудряшова Евгения я вообще не трогаю. Почему? Потому что на нем такой груз работы висит, что мама родная. Вы знаете, что с сегодняшнего дня приостановили проплаты через банковские переводы в Европе. Меняют сейчас банки, меняют мерчанты. Почему? Ну, причины есть, так как у меня своих собственных две компании были и есть. Я понимаю, какие нетрудности, какие вопросы возникают у банков при переводе все более и более крупных сумм. Поэтому мерчанты – это нормальный процесс, на который не обращать внимания. Он все будет подключено в ближайшие дни. Все остальные денежные переводы работают, дорогие друзья, работают. Поэтому все идет так, как должно идти. Плюс к этому, знаете, мою коронную фразу «За державу обидно». Ну, Европа вообще молодец. И когда я смотрел цифры, не все эти цифры, ребята, вы знаете, но когда я смотрел цифры, что, допустим, та же Голландия или Нидерланды давали больший объем, чем вся Россия, но мне было как-то обидно за это дело. По одной простой причине, я как бы брал у себя обязательства начать открывать регионы, но пока что я их как бы виртуально, хотя у меня структура действительно находится и в Новосибирске, и на Северном Кавказе, и легче сказать, где в каких регионах она не находится, но все больше и больше работы надо проводить все-таки нам на постсоветском пространстве. Это страны СНГ, та же Прибалтика, ну, Прибалтика вообще работает великолепно, но прежде всего это Российская Федерация, регионы, гигантское количество регионов. То, что в Крыму, действительно, в Крыму делает Андрей Константинович Коробко, делает объем, ну, ребята, дай бог, чтобы такие объемы делали, ну, хотя бы половина регионов России, мы бы вообще проблем не знали с финансированием. Поэтому не стесняйтесь, открывайте регионы, выходите на руководство, на региональных лидеров и начинаем действовать, во-первых, мы действуем в абсолютно правовом поле. Я думаю, что все это понимаете, даже региональные, раньше мы были региональные лидеры, сейчас обозначение у нас региональные кураторы по регионам. И это накладывает, во-первых, на нас дополнительную ответственность, а во-вторых, обязательство, что мы должны делать то-то, 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 не только заниматься даже структурами, но и нашими адресными проектами. Я думаю, что в новостях вы читали по Екатеринбургу, ту работу, которую проводит наша команда в Екатеринбурге, здорово, вообще замечательно. Сейчас сразу после выставки, знаете, выставка всероссийская, я говорю так, всероссийская, хочется сказать всесоюзная выставка, транспортная неделя, на которой будут присутствовать, ну, скорее всего, губернаторы ведущих областей, либо первые замы, либо же министры транспорта, начальники департаментов транспорта, всех ведущих областей. И эта выставка покажет нам очень и очень многое, поэтому ждите новостей, осталось не так много, буквально через 5-6-7, максимум через неделю, первые же новости появятся не только в кабинетах, но и будут освещены на центральных телеканалах, я больше уверен, в прессе, точно так же РЖД будет публиковать. Почему? Потому что наш стенд, который на первой выставке находился чуть не в самом дальнем углу, теперь он находится под номером 1, сразу же на входе в центральный выставочный зал в гостином дворе. Как только входите, с левой стороны стенд Skyway, и этот стенд будет очень и очень показательным в том плане, мимо него пройти просто невозможно. Вот это тоже одно из таких моментов, и то, что пройти мимо него невозможно будет, это говорит о том, что все будут задавать вопросы, особенно тех, кто еще не знаком с технологией. И это дополнительный шанс есть во всех регионах ознакомиться с этой технологией. И я мог бы много примеров приводить по Крыму непосредственно, то, что здесь происходит. Но происходит по одной простой причине, многие люди задают вопрос, почему нашу технологию не приняли во внимание, когда мы начинали строить Керченский, мост через Керченский пролив. Или тут трасса скоростная будет Таврида, которую вбухивают в хорошем смысле и в нехорошем смысле огромные деньги, уничтожают почву, уничтожают леса, которые росли насаждения, которые садили вдоль этих трасс. Но это тоже надо. И до тех пор, пока не будет сертификации, вести разговор серьезный с чиновниками высшего ранга в Российской Федерации непросто, весьма непросто. То есть они боятся, в хорошем смысле, опять же, боятся принимать решения, начать заниматься технологией, которая еще не прошла сертификацию. Поэтому сейчас самое основное – это пройти сертификацию. Первые две ласточки – это наши облегченные трассы и городские трассы. То есть это тот транспорт, который сертифицируется как городской электротранспорт. И практически последний этап у нас остался, то есть это зимнее время сейчас, как можно скорее, чтобы наступили холода, чтобы задули снега, метели, чтобы могли сделать наличь, чтобы могли показать, что нам ничего не страшно. И все это надо сертифицировать. Сертификация безопасности, экологичности, комфорта и так далее, и так далее. Температурные режимы. Там очень много пунктов. И все это освещается у нас практически еженедельно. То есть ход работ. Соответственно, те поправки, которые вносит сертификационная комиссия, они тут же вносятся. Это как слышали, наверное, о том, что датчики желательно располагать вот в таких-то местах, которые будут более доступны, пожаробезопасные и так далее. Вот это вроде простейшие вещи, но они все должны быть учтены. Это как раз элементы сертификационных работ. Ну а сегодня я не буду ничего говорить по поводу крипто направления, крипто технологии, то есть подцифровки наших адресных проектов, дорогие друзья. Сейчас наша задача, прежде всего, этим занимается определенная группа лиц на группы компаний Skyway. И эти люди знают эту работу, они ее делают. Консультанты у них самого, скажем так, высокого ранга. Те люди, которые знают эту работу. Поэтому мы просто-напросто пока являемся наблюдателями. Если кто-то знает хорошо эти технологии, добавляйтесь в чаты по крипто направлениям, где вы сможете услышать, озвучить некоторые моменты, задать какие-то вопросы, получить ответы. Но пока конкретики не будет до тех пор, пока Алексей Сухадоев и Сибирькост Илья Анатольевич не дадут конкретику на своих вебинарах. Это де-факто. Поэтому этим загоняться не надо. Плюс к этому, вы знаете, это не предупреждение, а это я всем бы рекомендовал все-таки послушать такой, знаете, своеобразный весьма вебинар, который проводила Гузель Магасумова и Виктор Тарасов. Это было три недели тому назад. К нему очень неоднозначно отнеслись многие люди. Кто-то с обидой, кто-то с чем-то еще. Там Виктор Тарасов чуть ли не, как говорится, не сматерился в прямом эфире по поводу того, что происходит с людьми. Вот это, знаете, крипто направление, тренд, как говорят, тренд. Дорогие друзья, как сам по себе тренд, он уже свое взял. Сегодня, я вот слушал, у меня до сих пор открыт, не дослушан, это криптовалюты, новая эра. Потрясающий вообще материал в течение более чем часа. Но мы ждем разъяснения. Не ждем даже, вы сами ищите, сами читайте, сами смотрите, анализируйте все. Но все эти майнинги, все вот эти, скажем так, призывы, там заработать сегодня и здесь сейчас миллиарды, дорогие друзья. Успеете заработать, да, не успеете, можете потерять все. Вот это соотношение риск-доходность, всегда это анализируйте, всегда. И имейте в виду, что мы создаем те токены, если кто-то понимает, что такое токены, которых пока практически никто еще не запускал. Токены, подтвержденные реальным самым крупным бизнесом. Это токены, это швейцарские юристы, которые сейчас будут регистрировать нашу блокчейн-платформу. Я думаю, что все-таки будет на Швейцарии реализовываться. Они планируют поездку в Минс для того, чтобы вживую, как говорят, убедиться в том, что эта технология де-факто уже есть. Как вы знаете, инженерно-технологических рисков у нас уже нет. Есть только один риск – недофинансирование. То есть недофинансирование в том смысле, что мы выйдем на IPO только тогда, когда выполним все работы. Чтобы выполнить работы, нужны финансы. И наша с вами задача, друзья, простая. Даже небольшими суммами поддерживать технологию, то есть брать пакеты в расстрочку ежемесячно. Вот это самое основное, самое главное на сегодняшний день. Тем более, что в преддверии Нового года, я думаю, что будут объявлены какие-то акции. Как помните, в 2015 году, кто помнит, какие акции были объявлены, которыми мы пользуемся и благодарим компанию до сих пор. И дай Бог, чтобы в этом году то же самое объявили. Какие-то такие, знаете, хорошие, в хорошем смысле слова, акции, мотивационные, чтобы мы к Новому году подошли с большими такими финансовыми успехами. И у нас был задел на январь месяц. Январь месяц, как все говорят, провальный месяц. Я думаю, что у нас он будет, наоборот, не провальным, а суперактивным по одной простой причине, что Всероссийская транспортная неделя в преддверии Нового года даст мощнейший толчок развитию нашей технологии на территории постсоветского пространства, не только в России, но и в странах СНГ. Дорогие друзья, я всех благодарю за внимание. Сегодня с вами был Григорий Мирошниченко. Сегодня у нас ничего такого больше не будет. То есть, пожалуйста, приходите на вебинары урок финансовой грамотности в воскресенье. Будет уже более спокойный такой разбор полетов, скажем так, от Виктора Тарасова, Магасумова и Гузель. Внимательно слушайте, записывайте, анализируйте и готовьтесь к тому, что вот к этому надо будет учиться. То есть, учиться, понимание, что такое токены, что такое, я не знаю, все эти криптотермины. Это все как бы надо знать. Но если вы даже этого и не будете знать, то в конечном счете у нас будет полный расклад наших действий, как только появится, как начнется отцифровка наших адресных проектов. Не парьтесь, не загоняйте, как в свое время. Мы не могли понимать, как работает сотовый телефон. И с ужасом первые телефоны покупали, но мы все-таки в них разобрались. И сейчас, я думаю, что 100%, практически, ну, 99,9% населения, начиная с младенцев и заканчивая древними стариками и бабушками, дедушками, они все пользуются простым мобильным телефоном. Кнопка вызов, ответил, кнопка там включить разговор. То есть все должно быть просто и понятно. И вот это будет все, во-первых, в форме обучения, запустится в январе месяце, поэтому ждите, ну, не ждите, ищите информацию, все равно подготавливайтесь. И вот это обучение будет от Магасума Гузеля, Триктора Тарасова, с полным раскладом будет. Ну, ориентир это числа 20 января. Всех благодарю, с вами был Григорий Мирошниченко. Город Симферополь, группа компаний Skyway и температура в Крыму плюс 15, плюс 17 градусов. Поэтому, если вы планируете провести Новый год в Крыму, ради бога, приезжайте в тепло. Здесь замечательно, можно встретить Новый год, но в более теплой, скажем так, атмосфере. До встречи в воскресенье.